Уважаемые читатели моих книг и любители небольших роликов, сегодня я начинаю 10 выпуск ответов на вопросы, который ознаменовался ковидом. Собственно говоря, вопросы приходят все те же самые, что и до ковида, но иногда и поинтереснее. Очень важный вопрос – это вопрос о продолжении эволюции. Продолжается эволюция или не продолжается? Еще как продолжается. Ну, примеров много, даже связанных с ковидом. Ну, например, в Испании, как известно, в Мадриде 600 евро штраф за то, что вы нарушаете ковидовское законодательство и там болтаетесь не там, где положено. Ну и что ж, это, конечно, показатель. Это серьезные деньги для Испании. Но что интересно, статистика после первой волны ковидовских заболеваний показала, что существует очень много интересного. То есть богатые районы, там, где живут люди состоятельные, которые не нуждаются в деньгах, там, кстати говоря, в десятки раз заболеваемость ниже, чем в бедных районах. Вот вам и разница. Ну, понятно, где люди чаще умирают, там, где чаще болеют. То есть отбираются богатые их потомки в ущерб бедных, которые мрут больше. Есть более показательные вещи. Там, например, австралийское кино, в котором надо было найти индийского мальчика, ну, который бы смог в пятилетнем возрасте что-то изобразить в кино, сыграть. Так вот, были потрачены огромные деньги, очень много времени, чуть не год, там, 9 месяцев, по-моему, исследовано, обследовано, опрошено и оттестировано больше двух тысяч индийских детей. Только один оказался более-менее пригоден для того, чтобы изобразить то, что нужно было по сценарию. Это тоже отбор. Как вы понимаете, здесь не только отбор, но и гетерохрания, то есть неравномерность созревания мозга. У этого мальчика он просто созрел быстрее, он лучше отдает себе отчет о том, чем взрослые дядьки его просят. Таким образом, и процесс эволюции, и процесс, собственно говоря, внутреннего отбора, он интенсивно продолжается. Просто принимает не такие откровенные формы. Хотя ковид, собственно говоря, и показывает, что глупость наказуема. И пропаганда облизывания унитазов тоже приводит к хорошему отбору. То есть те, кто поглупее, оказываются как бы исключенными из дальнейших репродуктивных успехов. Но сегодняшний наш выпуск, он посвящен еще одному важному аспекту – научным деликатесам. И про один из них я сейчас расскажу в более комфортных условиях, чем в лесу за 150 километров от Москвы. Научные деликатесы состоят в том, что в этом году календарь, который обычно выходит в издательстве Веди, принял такую неожиданную форму. Если в прошлом году у нас был гистологический календарь с различными гистологическими срезами разных животных, то теперь он будет тематическим. А именно, календарь на 2021 год теперь принял вот такую форму. То есть, что это такое? Это на самом деле почти полноценный атлас головы и мозга миноги. Той самой миноги, которую мы с Дмитрием Пучковым разъедали и жарили в Санкт-Петербурге. Это такой календарь, содержащий как отдельные анатомические препараты, так и гистологические. То есть, на самом деле, он заменяет некие учебные пособия для зоологов, для учителей общей биологии, для просто преподавателей средней школы. Мне хотелось сделать такой календарь, чтобы он нес не только развлекательные, ну, розовенькие кошки, это, конечно, хорошо, но мне кажется, немножко слишком. Как, впрочем, это и голые девицы, намазанные там черной краской. Мне кажется, что календари должны нести не только информацию о том, какой сегодня день недели, это все могут посмотреть в телефоне, но и некоторые позитивные знания. В данном случае здесь практически полноценный, с описанием, которое предусмотрено на каждый месяц. Описание мозга Миноги. Ну вот, посмотрите, может быть, вам понравится. Это то, что мы с Дмитрием Пучковым ели два с половиной года назад, не доели, и из объедков, из научных деликатесов появился такой календарь. Желаю вам удовольствия от его просмотра. Ну, кроме этих новостей, еще есть многочисленные вопросы по всяким новейшим веяниям в области науки. Ну, например, некоторые ученые возбудились, а их целая шайка таких профессоров, которые стали доказывать, что мозг обладает электромагнитной душой. Ну, во-первых, это как относятся религиозные деятели, я не знаю, как-то они переместили душу в мозг, как-то это уже подозрительно. А с другой стороны, достаточно странно связывать электромагнитные свойства нейронов с микротрубочками. Ну, то есть идея старая, она протухла, по-моему, во времена открытия электрической активности головного мозга еще во времена Сеченова и Павлова. Ну, когда сказали, что вот электромагнитные поля, они, собственно говоря, и есть основа для нашего сознания и души. Ну, и теперь мелкие прохиндеи по всему миру ищут способ как бы освежить эту давно утратившую здравый смысл идею, заодно получить какие-нибудь гранты, хоть от кого, хоть от Папы Римского. Выглядит это очень пошло, смешно и, самое главное, заморачивает головы людям. Это очень печальная тенденция. которую, конечно, желательно бы преодолеть. Есть кое-какие вопросы и по пищеварительной части. Дело в том, что я побывал еще раз в замечательном месте, где делают хорошие сыры между Александровым и Кольчугино и отведал новых сортов, в том числе тех, которые можно жарить и даже жарить на мангале. И теперь наслаждаюсь этим необычайным вкусом, включая сыр там с помидорами. Сделано великолепно. На этот раз мне удалось снять несколько кадров. Ну и можете полюбоваться разнообразием и изобилием товара в этом чудесном месте. Для меня сыр особенно хорош, конечно, под чаек, а когда его оттеняет всякие прелести. В качестве прелести я использую цукаты из тыквы. Попробуйте, это очень интересно. Как сделать цукаты? Везде написано. А с хорошим выдержанным сыром, особенно содержащим так называемый в быту сырный камень, это вообще создает необычайные вкусовые ощущения. Советую приобщиться. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok